Головной убор. Это головной убор замужней женщины. И, как говорили, его характерная форма с двумя рогами свидетельствует о важной роли скота в их культуре. В 1913 году население было преимущественно кочевым и перегоняло стада рогатого скота и овец по степям, коротким жарким летом и долгими морозными зимами. В замечательной серии снимков Пассе запечатлел одну из самых суровых сторон монгольской жизни отношение к заключенным. Один из самых выразительных снимков — это бедная женщина в ящике. В то время это наказание было распространено в Монголии. Людей сажали в ящик и оставляли так. Они не могли питаться сами. Вы видите, что она не дотянется до миски, стоящей рядом. Видно, как она отчаянно пытается открыть замки, но у нее явно нет шансов выбраться. Пассе отметил, что так наказали женщину, совершившую прелюбодеяние. И это довольно странно. Монголы не были особенно щепетильны в вопросах супружеской верности. И, вероятно, ее посадили в ящик за что-то другое. Такие наказания позволяли кочевникам перевозить заключенных с собой, если это было необходимо. Вы видите по обе стороны его головы полоски бумаги. Вероятно, на них описано его преступление, чтобы другие знали, за что его публично наказали таким способом. Письменность, которой тогда пользовались, теперь не существует. Эта надпись когда-то служила важным объявлением на воротах монастыря. В старой надписи сказано, все, кто знатностью ниже пурпурного правящего принца, должны спешиться. На этом месте все, кроме очень знатных людей, должны были сойти с коней и пешком войти в резиденцию правителя Монголии Багдыхана. В 1913 году в Монголии глава буддийского монашеского ордена был также главой государства. Только в Улан-Баторе было более 20 тысяч монахов, живших в почти 100 монастырях. Ими руководили ламы, обладавшие огромной властью. На этом ламе характерная шляпа, которая указывает, что он один из старших служителей в монастыре, вероятно, настоятель крупного монастыря, и на нем красивое золотое облачение. В то время ранг монахов различали по цвету их одежды.